всем привет это видео о том как перепрошить настенный выключатель sonoff t1 данном случае это европейская версия двухканальный выключатель настенный так что нам потребуется нам потребуется usb ward переходник у которого есть выход на 3,3 вольта нам потребуется провода соединительные для соединения гребенок плюс на проводе земли от провода земли нужен дополнительный провод с оголенным контактом на конце здесь я просто вставил его сам разъем кроме того нам потребуется вот такая вот контактная гребенка ее размерность 2 и 54 миллиметра они бывают разные бывают меньше так что нужно нужно именно такая но нам нужно чтобы избежать пайки если у вас только один включатель то можно напрямую припаять к нему провода если же вам нужно будет перепрошить много выключателей то желательно взять вот такую гребенку так приступим открываем выключатель поддеваем крышку снизу и снимаем декоративную крышку вот мы видим плату sunoff t1 r2 европейская версия версия 1.0 так дальше нам уже разбирать уже не потребуется это все что нам нужно после этого берем нашу контактную гребенку нам потребуется 4 контакта но можно взять и 5 контактов чтобы она лучше держалась далее берем плоскогубцы и аккуратно отгибаем каждый второй контакт немножко в сторону таким образом мы сможем вставить нашу контактную гребенку в разъем на плате тут написано первый контакта лог журнал земля tx rx и vcc то есть напряжение с отогнутыми контактами у нас гребенка будет заходить с небольшим нажимом вот так постепенно и вставляем один контакт за другим и она уже проще там сидит это у нас хороший контакт все то есть мы вставили гребенку без пайки и теперь можем подключить провода от usb word интерфейса подключаем землю к земле питание к vcc питание обязательно 33 вольта чтоб у нас ничего не сгорело так и дальше tx на адаптере подключаем к rx у на плате выключателя rx на адаптере подключаем к tx у на плате выключателя так все собрали теперь если мы подключим кабель адаптера компьютера то у нас просто включится выключатель и он замигает светодиодом это говорит о том что выключатель находится в обычном своем рабочем режиме они в режиме перепрошивки чтобы вывести вести его в режим перепрошивки мы отключаем его от компьютера и затем берем этот наш свободный дополнительный провод который мы подключили к земле его необходимо замкнуть на резистор r19 который находится вот здесь вот на плате чуть левее чуть левее самого чипа контроллера подключаем его к левому контакту только после этого включаем разъем в компьютер как мы видим сейчас у нас идет не мигает это значит что выключатель вошел в режим перепрошивки и теперь можем спокойно заливать на прошивку теперь идем гитхаб по ссылке в описании и качаем прошивку нажимаем клон в download download zip открываем папку из архива там в первую очередь нас интересует папка лип все вот эти библиотеки библиотеки нам нужно будет скопировать в папку библиотека arduino IDE также качаем саму arduino IDE предварительно находим папку где хранятся библиотеки я работаю в mac os поэтому у меня они хранятся в папке документы arduino libraries в windows аналогично то есть документы либо мои документы arduino libraries и копируем туда все вот эти библиотеки из папки lib из прошивки архива с прошивкой который мы скачали далее в arduino IDE открываем файл из папки sonoff sonoff.ino вот открылась наша arduino IDE можем сначала забраться с настройками среды заходим в настройки либо опции как они у вас называются и в настройках находим дополнительный оплат менеджер дополнительных плат и вставляем сюда вот эту ссылку чтобы добавить поддержку нашего контроллера ESP ссылку я оставлю в описании после этого инструменты 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 плата менеджер плата открывается поиск там мы набираем в поиске ESP и вот эта библиотека нас интересует у меня она уже установлена все равно придется ее выделить и нажать install выбрав последнюю версию install у меня кнопка не активна потому что уже установлена так далее закрываем и переходим инструменты плата и выбираем там если модули sonoff вы покупаете сейчас либо недавно то сейчас используется контроллер ESP8285 модуль вот это вот в старых контроллерах насколько я знаю стоял ESP8266 то есть если у вас контроллер старый вы можете выбирать вот эту плату если новый то вот эту можете посмотреть с увеличительным стеклом маркировку контроллера на плате так остальные настройки можете посмотреть порт мы будем выбирать USB UART когда мы его подключим к нашу USB также нужно будет установить драйвер если он у вас не установлен если вы только купили ваш переходник то необходимо будет предварительно установить драйвер чтобы порт у вас появился так далее приступаем к настройкам прошивки для этого щелкаем здесь на стрелочку переходим к файлу my user config установка прошивки не отличается от установки прошивки на sonoff basic поэтому часть видео я вставил взял из предыдущего своего ролика единственное что могу дополнить нам совсем не обязательно сразу выставлять все настройки можно выставить только настройки Wi-Fi чтобы наш выключатель подключился к сети а все остальные настройки в том числе выбрать тип нашего выключателя или реле можно будет уже после перепрошивки через веб интерфейс этого выключателя здесь нас интересует во-первых Wi-Fi IP адрес здесь вы можете задать IP адрес вашего устройства принудительно чтобы он всегда был статичным это удобно чтобы понимать в каком реле вы обращаетесь а не полагаться на настройку вашего роутера который будет выдавать ему случайный адрес скажем у нас будет 223 так далее здесь можем все оставлять как есть STA SSID 1 это название вашей Wi-Fi сети здесь вы пишете имя вашей сети и STA PASS 1 это пароль от вашей Wi-Fi сети чтобы ваше реле могло подключиться к вашей домашней Wi-Fi сети я сейчас ввожу данные для примера далее MQTT хост здесь нужно ввести адрес вашего MQTT сервера Majordomo либо IO брокер я тоже ввожу для примера и имя и пароль от сервера MQTT порт обычно остается таким если вы его не меняли в настройках вашего сервера то есть далее можно раскомментировать вот эту строку defineMyLanguage.ru просто удаляем два слэша впереди в принципе на этом все с настройками закончено мы просто сохраняем наш файл после чего можно перейти к прошивке контроллера наше это м в она и она Продолжение следует... Если настройки кроме Wi-Fi не менялись, то после завершения прошивки просто заходим по адресу IP, который указали в настройках и видим веб-интерфейс нашего модуля, в данном случае на стеновый выключатель. Дополнительно хочу сказать, что когда я ставил язык конфигурации на русский, у меня были проблемы с конфигурацией этого выключателя. В данном случае у нас двухканальный настенный выключатель, а по умолчанию задается Sonoff Basic. Если же язык был сменен на русский, то тип выключателя поменять не удалось. В английском интерфейсе просто меняем Sonoff T1 двухканальный, два чана, нажимаем Save. Ждем несколько секунд, после этого выключаем питание от компьютера и включаем его снова. Ждем, когда выключатель загрузится. Обновляем страницу и видим Sonoff T1 двухканальный. Пробуем включить. Первый канал включился. Второй канал включился. Реле не срабатывает, потому что питание сейчас подается через USB. Также работает тач-панель. Все остальные настройки также можно поменять через веб-интерфейс. Именно поэтому я не стал их задавать изначально в конфигурационном файле. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...